Благодарю за вопрос. Касаемо моего липидного профиля, я его корректировал исключительно питанием и образом жизни. Учитывая возраст и риски, этого пока что достаточно. Но для многих из вас у меня есть хорошая новость. Вы знаете, что у нас существуют американские, европейские, российские и так далее клинические рекомендации, которые обновляются в среднем раз в 3 года. И мы их изучаем, потому что там появляются новые данные по диагностике и лечению различных заболеваний. В том числе и нарушения липидного обмена. Так вот, в 2023 году вышли новые клинические рекомендации по дислепидемии, нарушениям липидного обмена. И там есть интересные данные, которые я вам хочу привести. Я думаю, многим понравится. Но прежде прошу максимально адекватно и внимательно слушать то, что я говорю. И не воспринимать информацию прямо. Потому что есть много нюансов. И их нужно знать, чтобы потом не появлялась ложная информация. Так вот, что хочу сказать. А теперь будьте внимательны, дорогие друзья. Слушайте каждое слово. Это вот клинические рекомендации я открыл. И вы знаете, что основными корректорами липидного профиля являются статины, изотеми, фибраты и так далее. Вам врачи в основном назначают эти препараты. А вот ученые изучили интересную пищевую добавку красный дрожжевой рис, который в своем составе имеет моноколин. Действие которого, как и статинов, связано с ингибированием ГМГ-куаридуктазы. В крупном исследовании, выполненном в Китае, у пациентов с ишемической болезнью сердца, моноколин снижал частоту сердечно-сосудистых осложнений на 45%. В том числе наблюдался гипохолестериномический эффект, то есть снижение уровня плохого холестерина, а именно холестерина липопротеидов низкой плотности. Вот этот показатель мы наиболее строго контролируем у пациентов умеренного, высокого, очень высокого риска. И снижение было на 15-25% при ежедневном приеме добавки. Так что моноколин можно применять пациентам, но умеренного и низкого риска, с незначительным, с умеренным повышением липидов низкой плотности и отсутствием показаний для приема статинов. Будьте внимательны, то есть это не является альтернативой к статинам и другим препаратам, а лишь дополнение, либо препарат для пациентов умеренного и низкого риска сердечно-сосудистых заболеваний. Так что теперь данную пищевую добавку мы можем назначать в основном пациентам молодого и среднего возраста, с умеренным и низким риском, но обязательно нужна консультация врача.